Здравствуйте, меня зовут Станислав Маковский, я композитор, закончил консерваторию Минчайковского в Москве. Сейчас живу и учусь в Париже по классу композиции, новой технологии, импровизации и также музыку фильма. В своем творчестве я не раз обращался к гитаре, в том числе в камерных произведениях, и также я писал и соло с электроникой. По большей части я хотел бы вам рассказать про пьесу для соло-гитары и электроники, которая посвятила моей жене Наталье Маковской, которая тоже является гитаристкой. Поэтому гитару я знаю достаточно хорошо, я очень хорошо знаком с этим инструментом, и даже когда-то сам пытался на ней играть, и продолжая играть, хоть и не как на профессиональном уровне, но тем не менее я гитару знаю, пытаюсь искать какие-то новые приемы, и как-то разнообразить в своем творчестве новой техники на этом инструменте. Для меня электроника является важным компонентом в композиции, по той причине, что в электронике мы можем использовать очень много различных новых средств, и именно в этой пьесе, которая называется «Ля Педреро», что приводится как «Каменоломня», но также как и на Барселоне «Постройка Гаузи», и в этой пьесе гитара используется наряду с электроникой фактически как ведущий инструмент, который потом, звуки которого использовались с помощью электронных средств, они обрабатывались, и фактически пьеса получилась монолитом, потому что те же звуки, что и используются в электронике, они были взяты из гитары, то есть век спектра этого звука гитарного, он, соответственно, как бы вместе ложится очень-очень цельно. И для меня эта пьеса очень важна, не только потому, что она написана для гитары, но и в том числе просто как сама пьеса, потому что такое вот соединение звука инструментального и звука электронного мне показалось очень удачным в этой моей работе, если сравнить с другими моими пьесами. Во-вторых, сложность была еще в том, что гитара очень мягкий и нежный инструмент в плане звука, особенно если это не усиленный инструмент, а электроника часто ассоциируется как достаточно жесткое звучание, очень экспериментальное, и мне вот эти два оппозиционных видения на ту или иную натуру звука, как инструментальной музыки, так и электронной, мне показалось очень интересно, мне хотелось как раз соединить и показать контраст, и соединить в этих двух природозвука. И почему я выбрал именно гитару? Потому что фактически у меня было несколько вариантов написать для разных инструментов, но мне хотелось именно гитары. Именно по той причине, что гитара, в отличие от других инструментов, у нее есть очень такая интересная особенность, что с одной стороны звук не тянущийся, с другой стороны достаточно очень богатых, очень много средств, на которых гитару можно сделать, в том числе и если игра вдоль струн, какие-то различные, какие-то очень высокие инструменты, потом полифонический инструмент, то есть можно играть сразу за и аккорды, и мелодии. Во-вторых, звук, единственное, что в отличие от других инструментов, не является так ни плюсом, ни минусом, но звук очень быстро угасает. Даже если мы сравним с фортепиано, у которого звук намного дольше. И мне хотелось вот это вот с помощью электроники как раз-таки исправить эту ситуацию и в какой-то момент брать какой-то звук инструмента и продлевать его. Фактически, как часто это делается, опять же, в электрогитаре, когда используется дисторшн, когда может звук продлеваться. То есть здесь что-то было близкое, но все же не перегруженный звук, но как бы достаточно его, то есть взятый звук обычной гитары и продлевается, как если бы это была скрипка. Это у меня тоже был один из интересных инструментов, с которым я вот работал в этой пьесе. Я сейчас буквально вот несколько назад опять написал пьесу для симфонической оркестры, где включена была тоже гитара. Она, по-видимому, будет подзвучена, потому что, если мы будем использовать это с валторами, тем же самым плохо будет услышано, но тем не менее, как бы для меня очень важный инструмент. И в будущем пьесах вскоре я еще тоже использую гитару, то есть и гитару я использую очень часто. Не только потому, что это мой любимый инструмент, на котором я самоиграю и с которым я много связан, но и потому, что сам тембр, мне очень нравится его, потому что, если мы берем, опять же, оркестр, то в нем есть различные инструменты, которые выполняют ту или иную функцию. А гитара, естественно, там не представлена. По той причине, что это тихий инструмент, и просто-напросто он просто будет заглушаться другими инструментами. Но тем не менее, гитару использовали многие композиторы в оркестре. А к тому же сейчас у нас есть технологии, которые позволяют этот инструмент подзвучивать. И он для меня сейчас использует вместо фортепиан, в том числе, который стреляется инструментом щипковым, но в том числе и инструментом полифоническим, с которым играют аккорды. И, опять же, достаточно богатый в плане звука. И в том числе еще такая... Сейчас, за 20 век, очень много было использовано гитары, в том числе и в рок-музыке, в различных инструментах достаточно популярных. И это всегда, можно сказать, инструмент, который обогащает в какой-то степени... И сейчас многие произведения.